Следующая тема нашего лекционного занятия это система образования и педагогическая наука советского периода. Итак, система образования в период Советского Союза. Какие основные аспекты существовали в тот период? Во-первых, во главе школьного дела были поставлены такие видные деятели, как Крупская, Луначарский и Покровский. Луначарский возглавлял народный комиссариат просвещения, проводя в жизнь большевистские реформы школы и пропагандируя коммунистические идеи воспитания. Крупская. Основные идеи Крупской заключались в трудовом воспитании, трудовом обучении и политехническом образовании. Естественно, коммунистическое воспитание молодого поколения. В связи с этим осталось огромное количество трудов данного ученого, который занимался именно трудовым, политехническим и коммунистическим воспитанием молодого подрастающего поколения. Советская школа, естественно, создавалась как единая система совместного и, самое главное, бесплатного общего образования с двумя системами. С двумя ступенями. Первая ступень – это пять лет обучения, и вторая ступень характеризовалась четырьмя годами обучения. Провозглашалось право всех граждан на образование независимо от национальной принадлежности, равенства в образовании мужчины и женщины и, безусловно, светского обучения. Школа в этот период отделилась от церкви. Никаких религиозных догматов в данный период не совершалось в процессе обучения и воспитания. На учебные заведения возлагались воспитательные, прививать учащимся социалистическое осознание и, естественно, производственные функции. То есть, по следствии окончания школы готовили уже рабочих, которые могли работать на благо своего государства. Провозглашались следующие правила, что каждый человек, достигший 16 лет, независимо от своего гражданства, национальной принадлежности, пола, а также вероисповедания, принимался в ВУЗ без экзаменов. Также ему не нужно было предоставлять никакой документ, который говорил о том, что он закончил какое-либо среднее образование. Естественно, преимущество при зачислении отдавалось рабочим и беднейшему крестьянству. Была создана в 1920 году чрезвычайная Всероссийская комиссия по ликвидации безграмотности под руководством Калинина. Было также создано массовое общество. Принят план по ликвидации неграмотности лиц от 18 и до 35 лет. В борьбу с неграмотностью включились комсомол и профессиональные союзы. В 1920-х годах продолжили свои поиски опытные показательные учреждения, сохранившиеся дух экспериментальных школ дореволюционной России, ставшими инициаторами различных нововведений. Первая опытная станция – это Шацкого, Гагинская станция Толстого, детская колония – Макаренко, естественно, которая носила воспитательный дух, воспитание детей посредством труда и коллективной общественной работы. Народный комиссариат просвещения допускал в этот период различные эксперименты в школах, направляя организационную и программно-методическую работу. В течение 20-х годов прошли опытную проверку нескольких систем и типов учебных заведений. 9-летняя общепризывательная школа и 9-летняя школа с профессиональными уклонами. Позже создавали школы 9-летние фабрично-заводские школы. При, естественно, организации данных школ учитывались особенности региона, контингент учащихся, и в учебном процессе уже использовались многие новые методы обучения, которые способствовали лучшему усвоению определенных знаний, умений, навыков школьников. Высшая школа также была объектом пристального внимания новой власти. Луначарский создавал рабочие факультеты для подготовки рабочей крестьянской молодежи к обучению в вузах. Советская система высшего образования сложилась в своих главных чертах к 1927 году. Поставлены перед вузами задача профессионально готовить специалистов-организаторов. В 1930 году было принято постановление о всеобщем начальном обучении. Всеобщее обязательное начальное обучение проводилось с 30-х по 31-е годы. Для детей 80 лет в объеме 4 классов. Для подростков, которые не успели пройти начальную подготовку обучения, создавался определенный курс, который проходил в течение 1-2 годов, в течение которых они должны были усвоить определенную программу. Для детей, получивших начальное образование, в промышленных городах, в фабрично-заводских районах и рабочих поселках уже устанавливалось обязательное 7-летнее обучение в школах. С начала 30-х годов особенно быстро развивалась сеть инженерно-технических, сельскохозяйственных и педагогических учебных заведений. В годы первой пятилетки была сделана попытка форсированной подготовки инженерно-технических кадров. Но, естественно, данная попытка не привела к успеху, поскольку ускоренное учение студентов по данной специализации не принесло никаких результатов положительных. В 1934 году были установлены ученые степени кандидата и доктора наук, и ученые звания ассистента, а также доцента и профессора. Естественно, в чрезвычайно тяжелых условиях оказалась школа в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 года. В годы войны были приняты правительственные решения о школьном образовании. Говорить о том, что школьное обучение не проходило, это не есть правильно. Школьное обучение продолжалось, но только уже не в прежнем режиме, как до войны. Обучались дети, начиная с 7-летнего возраста. В учреждениях общеобразовательные школы рабочей молодежи. Открывались вечерние школы в сельской местности непосредственно, поскольку днем сельская молодежь работала для того, чтобы обеспечить тыл. О ведении пятибалльной системы оценок успеваемости и поведения учащихся. Устанавливались выпускные экзамены по окончании начальной, 7-летней, а также средней школы. Награждались золотыми и серебряными медалями отличившиеся учащихся средней школы. В 1943 году была создана первая Академия педагогических наук. В послевоенный период началось восстановление уже системы образования. С 1958 года вместо 7-летнего в школах страны вводилось всеобщее обязательное 8-летнее образование. Срок обучения в средней школе увеличился с 10 до 11 лет в связи с введением в программу профессионального обучения. Создавалась единая сеть профессионально-технических училищ со сроком обучения от 1 до 3 лет в зависимости от профессиональной деятельности, которую выбирал молодой человек. Новые правила приема вуза давали преимущественно лицам, имеющим стаж работы не менее 2 лет или людей, демобилизованных из рядов советской армии. Большое внимание уделялось высшему заочному и вечернему образованию людей, которые были заняты на производстве. Такие учителя-новаторы, как Шаталов, Ильин, Шалва Александровича Монашвили и другие педагоги показывали путь решения многих проблем школы. В школьной политике советского государства был приход на всеобщее среднее образование с 1975 года. Преимущественно, экстенсивным путем развивалась система подготовки специалистов именно в 70-е, а также в 80-е годы. В 1987 году была провозглашена перестройка в высшей школе, направленная на интеграцию образования, науки, производства, совершенствование в связи с этим учебного процесса, а также изменение воспитательной работы в вузах. Спасибо за внимание.